Менее двух недель осталось до начала нового учебного года, а ивано-франковские школьники снова рискуют остаться без учебников. В прошлом году средние классы были обеспечены всего на 40%. Тогда чиновники обещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию, но учебный год миновал, на носу уже новый, а проблема не решается. Все подробности в материале. Франковчанка Любовь уже почти подготовила своего внука, шестиклассника Ярослава, к школе. К первому сентября, говорит, осталось докупить только учебники. Расходы немалые. Дефицит с учебниками в Ивано-Франковских школах не первый год. Хуже всего ситуация в четвертых и седьмых классах. Здесь не хватает почти половины необходимых книг. В прошлом году чиновники уверяли, проблему решат. Дважды объявляли тендер на покупку пособий, но говорят, ни одно издательство так и не изъявило желание принять участие в конкурсе. Справа в том, что видавництва, которые получили государственные деньги, они отрукували подручники, они их реализовали. А дальше, чтобы иметь новый набор подручников, нужны дополнительные деньги. Видавництва – это структура, как правило, приватная, коммерционная. То есть они уже не хотели за эту государственную цену обеспечить подручники. Приобрести учебники по коммерческим ценам, которые в разы выше государственных, в областном департаменте образования готовы и даже могут найти на это дополнительные деньги. Но как бюджетное учреждение не имеют на это права. Закупить книги по госценам не смогли и школы, которые ведут самостоятельный бухгалтерский учет. В Ивано-Франковске их всего несколько. И все они имеют право самостоятельно, без участия департамента, заключать подобные договоры. Но и им издательство отказали. Украинская мова, четвертый класс и литературное читание, мы не получили другую половину. Семий класс, украинская мова тоже, и украинская литература тоже. Видите, как-то так что-то попадает. Тоже ведомство отказалось друковать эти подручники. Но когда приходили родители, значит, к мне и сказали, что подручник в магазине есть. Почему же для школ учебников нет, а в книжных магазинах и в достатке? Педагоги предполагают, скорее всего, часть тиража, который был отпечатан за государственные средства, издательство продали коммерческим структурам. Учебным заведениям они должны предоставлять учебники примерно по 30 гривен за книгу. А частникам могут реализовать в разы дороже. Один из ходовых – это Враменко, литература, 7 класс, и украинская мова Глазова. По ценам они не очень раздражаются, 90-95 гривен. Купляют, приходят и берут. Даже на полициях мы некоторых книжек имеем по 2, по 2 примерника, а этих даже по 3, потому что постоянно были под рукой, вы их купляете. Удастся ли решить проблему с нехваткой учебников, в департаменте образования прогнозировать пока не берутся. Но при этом сообщают, есть большая вероятность, что в следующем году школам все равно придется закупать новые книги. Ведь Министерство образования почти ежегодно меняет учебные программы. Анна Каменева, Жанна Дучак, Михаил Ребристый, телеканал Интер, Ивана Франковск.